Какие-то вещи я буду проходить, может быть, чуть быстрее. Дело в том, что, позволю себе вспомнить в рамках своего доклада, выражение, которое приписывается Гиппократу, «Хорошо лечит тот, кто хорошо диагностирует». И в психиатрии удивительная ситуация, когда мы пытаемся, да, делать действительно мостик от диагноза к лечению, но далеко не всегда этот мостик выстраивается. И на сегодняшний день продолжают использоваться не только в нашей рутинной практике, но и используются в диагностических руководствах такие формулировки, как формные, подобные, оидные, да, то есть подразумевая под собой, что это что-то на что-то похоже, но таковым в полной мере не является. Это касается, в общем-то, и соматофорного расстройства. Если посмотреть на формальные критерии диагностики, то это расстройство, которое характеризуется некими физическими патологическими симптомами, напоминающими соматические заболевания, но при этом не обнаруживается никаких органических проявлений. Причем вот эта фраза «никаких органических», которая фактически подразумевает то, что должна провестись минус диагностика, и никаких симптомов, никаких, вернее, признаков органической патологии, которые бы хоть маломальски объясняли наличие той соматоформной симптоматики, с которой мы сталкиваемся, в реальной рутинной практике далеко не всегда выполнима. Мы чаще имеем дело с пациентами, у которых предъявляем их жалоб на рубль, а диагностики, извините, на копейку. В таких ситуациях формально диагноз соматофорного расстройства вообще-то не должен ставиться. Хотя фактически мы тогда вообще не можем поставить диагноз никому, потому что у большинства наших пациентов мы хоть что-то довыявляем. Мне приходилось в свое время иметь дело с пациентами, военнослужащими, которые очень часто демонстрировали, что называется, соматоформную симптоматику. И эти пациенты, имея определенные кефирлианские тенденции, были настроены на увольнение через соматические, так скажем, диагнозы. Поэтому диагноз соматоформного расстройства их не устраивал. И в ряде случаев мы вынуждены были ставить другие диагнозы, когда видели хактически соматоформное расстройство. Расстройство адаптации обычно фигурировало в таком случае, потому что грамотно проведенное физикальное обследование, хоть в какой-то незначительной степени, но позволяло выявить какую-то минимальную органическую патологию. Соматоформное расстройство в МКБ-10, которое было представлено в предыдущем слайде, несколько отличается от того, что мы видим при использовании ДСМ-5. Здесь помимо собственно соматизированных проявлений и соматизированных расстройств включаются и конверсионные расстройства, и ипохондрия. А в МКБ-10 эти нозологии уходят в другие рубрики. Хотя вот такое объединение, оно не случайно. Если вспомнить синдром Брикея, полисимптоматическую истерию, по сути это прототип соматизированного расстройства, который был выделен впервые в ДСМ-3. И действительно в основе соматоформных проявлений нередко конверсионная симптоматика, если не в большинстве случаев. Далеко не всегда мы, конечно, можем выявить собственные стероидные особенности, которые являются частью стерического синдрома, поскольку наличие конверсионных расстройств не предполагает облигатную связь с истероидными чертами личности. Но конверсионные проявления в значительной части соматоформных расстройств являются основой для оформления клинической симптоматики. Соматоформная симптоматика нередко бывает фасадом чего-то более значимого, может быть того, что уходит на второй план. Соматоформные проявления могут затмевать какую-то дополнительную или может быть даже ведущую психопатологическую симптоматику. Ну и в частности, в значительной части случаев, в 65 по данным этого исследования, обнаруживаются признаки большой депрессии. Опять же, уже говорилось о не только большой, но и маскированной депрессии. Очень часто мы имеем дело именно с депрессией без депрессии, тогда когда, собственно, депрессивных проявлений фактически не обнаруживается. Однако многочисленные соматические маски и безуспешная попытка лечения у врачей-интернистов, врачей-неврологов, ну определенная еще может быть даже сезонность, там связь с наследственной, с эффективными расстройствами в роду и так далее, может подсказать, что здесь, наверное, имеет смысл задуматься о наличии астоматизированной, скрытой, маскированной, ларвированной депрессии. К сожалению, большинство пациентов доходит до специалиста, уже пройдя очень сложный путь работы с врачами других специальностей и где-то они могут получать хотя бы какое-то временное облегчение, где-то фактически вообще без облегчения, но вот рано или поздно доходит до специалиста, нередко уже с достаточно стойкими, резистентными состояниями. В маскированной депрессии могут принимать самые разнообразные маски и грамотные врачи других специальностей, интернисты, неврологи, как раз когда сталкиваются с диагнозами, которые представлены здесь, та же вегдососудистая дистония, нерроциркуляторная дистония, уже задумываются, а нет ли здесь или насколько здесь присутствует психоэмоциональный компонент, который может, если не определять целиком и полностью симптоматику, по крайней мере, в значительной степени влиять на ее оформление. Я вот с утра был на защите ВМА по хроническим мигреням, защищалась врач-невролог, ну и изучая сосудистый компонент этого заболевания, она тоже обращала внимание на выявление психоэмоционального компонента, используя доступные ей инструменты, психологические методики, которые позволяли бы оценить, насколько представлен еще и психоэмоциональный компонент и нет ли необходимости здесь дополнительного привлечения врачей-специалистов, ну или назначения сопутствующей терапии из класса психотропных препаратов. Депрессивные и соматические расстройства могут сочетаться в самых разных вариантах. Депрессивные расстройства могут предшествовать соматической патологии. В ряде случаев это бывает, особенно если не продолжительно, может быть, протекает соматическое расстройство, встречаться параллельное сочетание и того, и другого. Ну и вариант, когда соматическая патология провоцирует возникновение депрессивных расстройств, особенно когда речь идет о длительно протекающих соматических заболеваниях, то в большинстве случаев они так или иначе дополнительно оформляются еще некой психопатологической симптоматикой. Не всегда это может быть оформлена депрессия, но реакция на заболевания у пациентов, у которых эта болезнь протекает достаточно долго, как правило, имеет место. И и соматическая болезнь, и все хронические заболевания, которые здесь представлены, достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что вынуждены корректировать еще и психоэмоциональную сферу. Что касается психосоматических расстройств, я хорошо помню, как вот на третьем курсе медицинского возраста, когда мы в рамках курса по терапии изучали язвенную болезнь желудка, нам наш преподаватель говорил, что да, да, все это хорошо, вы будете использовать все препараты, которые я вам сейчас озвучиваю, но очень хорошо было бы добавить еще и немножко сульперида. Потому что вот если вы не будете дополнительно влиять на психоэмоциональный компонент, то вам будет очень сложно справиться с этим состоянием, поскольку в генезе его есть и такие механизмы. Не могу не вспомнить имя Ивана Петровича Павлова, портреты которого развешаны на этих стенах, и собственно имя которого носит то учреждение, которое она сегодня принимает. В своих работах по изучению условных рефлексов он отмечал, что условные рефлексы имеют тенденцию к угасанию без подкрепления. Почему же в ситуациях, когда мы сталкиваемся с соматизированными расстройствами, этого угасания не происходит, а напротив симптомы эти могут закрепляться? Дело в том, что личностная тревожность, дистресс в данном случае могут выступать в роли этого отрицательного подкрепления. И это еще одна из проблем. С одной стороны конвестиционность, с другой стороны это повышенная тревожность. Не случайно у пациентов с соматофорными расстройствами в значительной части случаев, больше половины, выявляются специфические особенности личности, либо кластера B, театральность, эмоциональность, лоббильность, эмоционально-неустойчивые типы так называемые, либо кластера C с проявлениями тревоги и страха о нанкастной личности. Это вот как раз те два полюса, которые во многом и влияют на оформление соматофорного расстройства. Ну надо два слова сказать и о патологии антидепрессивной системы, связанной с, в рамках которой проявляется дисбаланс монаминов, прежде всего сертонина, норадреналина, что в общем-то и определяет эффективность антидепрессантов, о которых Виктор Анатольевич говорил, и я сейчас тоже несколько слов скажу. Кто же должен заниматься психосоматическими расстройствами, соматофорными расстройствами, здесь очень разнообразная терминология используется, далеко не всегда она определяет то, собственно говоря, характер расстройства, с которым мы сталкиваемся. Иногда это может быть всего лишь характеристика учреждения, в рамках которого должен находиться пациент, ну вот разница между психосоматическими отделениями и сомато-психиатрическими отделениями. По сути дела, лишь в режиме, да, ведь не название отделения определяет с какой патологией. И там и там находятся пациенты с сочетанной патологией. Ну в одном случае это режим общего стационара, в другом случае это психиатрический режим. В понимании терминологии, более узком понимании, мы обычно подразумеваем первичность соматической либо психической патологии перед возникновением сопутствующей проблемы. В рамках компетенции психиатра соматизированное расстройство. То есть там, где уже в большей степени мы сталкиваемся с психопатологическим оформлением, а соматической патологией не должно быть в принципе, конечно же с этим должен работать психиатр, психотерапевт. Здесь я под психиатром подразумеваю весь круг специалистов, которые связаны с нашей дисциплиной. Если мы говорим о соматогении, когда есть и соматическая патология, и есть ее психопатологическое оформление, есть реакция на нее, конечно же это совместная компетенция психиатра и врачей-интернистов. Если это психосоматические расстройства, тогда когда все-таки в большей степени мы сталкиваемся уже с соматическими проявлениями, но понимаем, что здесь есть психоэмоциональный компонент, то с знанием того, что здесь нужно воздействовать еще и на психоэмоциональный компонент, ведущая роль принадлежит интернисту. Ну и наконец назогении, это ситуация, когда реакция на болезнь, тогда когда уже может быть и соматическая патология не столь значима, но реакция на нее остается, конечно, здесь тоже ведущая роль у психиатра. Если сказать несколько слов о терапии, особенностях терапии, то мы рассматриваем, как правило, несколько позиций. Помним о стресс-диотезной модели, которая сейчас, как правило, озвучивается не только при упоминании невротических расстройств и при упоминании эндогенных расстройств, мы говорим о шизофренической стресс-диотезной модели. Но вот если говорить конкретно о соматоформных расстройств, то три, даже не уровня, а три позиции, да, это воздействие на биологическом уровне, психологическом и социальном. И если на биологическом уровне мы в большей степени, но не в полной степени, может быть, отдаем предпочтение психофармакотерапии, психологические, социальные интервенции, это, конечно, в большей степени уже область психотерапии, медико-социальных мероприятий, ну, психотерапии в широком смысле этого слова. В рамках психофармакотерапии все-таки на первом месте, наверное, уместно рассматривать лечение антидепрессантами. Иногда, может быть, на первое место выходят ансиолитики, там, где базовой терапией является психотерапевтическая работа, а ансиолитики назначаются короткими курсами. Но если мы говорим о, собственно, патогенетическом лечении, здесь все-таки в большей степени наш взор направлен на антидепрессанты, ансиолитики в качестве дополнения. Вторая линия – это уже нейролептики, нормотимики в тех ситуациях, когда антидепрессанты могут не оказать должного влияния, либо же нейролептики могут использоваться в качестве аугментации. Либо в качестве аугментации, либо в качестве иногда базовой терапии, если по каким-то соображениям антидепрессанты не могут быть назначены. Ну вот, статистика такова, что у пациентов с хроническим болевым устойчивым болевым стетофорным расстройством эффективность лечения антидепрессантами может достигать 75%. Да, у 30-40% пациентов с хроническим болевым расстройством диагностируется депрессия. Вспоминая эволюцию антидепрессантов, то, как развивалась линейка используемых на сегодняшний день препаратов этой группы. Сначала это были ингибиторы неселективного обратного захвата монаминов, да, трициклические антидепрессанты. Потом стали активно искать возможность воздействия таргетно на отдельные нейромедиаторные системы, и взор был направлен на серотонин, норадреналин, дофамин. В дальнейшем, когда психофармакология в рамках развития антидепрессантов своего рода круг прошла, да, если так рассматривать немножко по спирали, вновь стали пытаться найти возможности воздействия на несколько нейромедиаторных систем сразу, вот, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, норадреналина в частности. Не существует идеальных антидепрессантов, да, которые бы решали все проблемы у всех пациентов. Равно как и других препаратов. Каждый препарат находит свое состояние и своего пациента. Но тогда, когда мы сталкиваемся с аматофорным расстройством, сейчас на современном этапе чаще всего, особенно в амбулаторных условиях, отдают предпочтение все-таки ингибиторам обратного захвата серотонина, ингибиторам обратного захвата серотонина, норадреналина. Трициклические антидепрессанты, они немножечко потеснились и в большей степени остаются в стационарном звене, хотя в амбулаторной практике тоже многие врачи, особенно не психиатры, их используют именно в силу того, что хорошо знают это проверенные препараты и в небольших дозах, именно там, где риски соматического осложнения минимизированы, эти препараты тоже могут оказывать свое эффективное воздействие. Ну, в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с уже достаточно устойчивым состоянием, с определенной резистентностью и вынуждены варьировать в рамках одной, может быть, даже группы, когда пациент уже перепробовал разные препараты и мы выбираем, что же вот из СИОЗов, допустим, ему еще назначить, мы должны обращать внимание не только на основной, но и на дополнительный эффект. То есть этим будет уже объясняться возможная смена препарата в рамках одной химической группы, переход от СИОЗов на СИОЗов. Хотя это не очень логично всегда, когда есть возможность перейти на другую, на препарат другой химической структуры, при отсутствии адекватного ответа на монотерапию препаратом в адекватных дозах в течении адекватного времени всегда есть возможность, всегда лучше использовать возможность перехода на другой химической структуры. Что касается анксиолитиков, транквилизаторов, я уже сказал, Либо могут использоваться короткими курсами, особенно если мы говорим о бензодезепиновых препаратах, поскольку аддиктивный потенциал, который есть у этих препаратов, все-таки не стоит сбрасывать со счетов. Сейчас много выступлений по поводу того, что этот аддиктивный потенциал не в полной мере-то изучен на самом деле, и не так уж, может быть, стоит бояться бензодезепинов. Однако осторожность все-таки имеет смысл соблюдать в данном случае, и если мы говорим о базовой психотерапевтической работе, то это короткие курсы, может быть, для того, чтобы снять эмоциональное напряжение на первых этапах начала работы. Если же речь идет, допустим, о дополнительной терапии в рамках базовой терапии антидепрессантами, то особенно, когда мы назначаем препарат, допустим, из группы ингибиторов бронозахата сертонина, бензодезепины на первых этапах могут, опять же, уменьшить возможность развития сертонинового синдрома и оказать более быстрый ансилитический эффект, чем, собственно, антидепрессанты, у которых он немножечко отложен во времени. Ну и что касается нейролептиков, мы помним о том, что нейролептики, антипсихотики, в общем-то, не физиологичны для нашего организма в большей степени даже, чем антидепрессанты, поэтому назначаем мы их с определенной долей осторожности, но в рамках соматофонных расстройств, как правило, речь идет о небольших дозах. И здесь предпочтение сейчас уже все больше и больше отдается антипсихотикам второго поколения, типичным антипсихотикам, хотя с высоким афинитетом к сертониновым рецепторам и обладающим, в общем-то, определенным влиянием на соматофонную симптоматику за счет воздействия на сертониновый рецептор, прежде всего, 5HT2 типа. И если же говорить о классических традиционных антипсихотиках, то тоже упоминался и тиридозин, и тиралиджен здесь, в малых дозах они успешно используются. Я могу вспомнить такой препарат, как сульперид, который стоит где-то на грани между традиционными атипичными антипсихотиками, и по мнению некоторых клиницистов, он все-таки уже относится к атипикам, но некоторые все-таки традиционно его относят к типичным антипсихотикам. Имеются и инъекционные формы, и в ряде случаев достаточно успешно работает с соматофонной симптоматикой. Ну, а что касается нормотимиков, то здесь, прежде всего, предпочтение отдается производным карбамазепина, ну, с определенным акцентом на то, что этот препарат может оказывать индуцирующее влияние на систему цитохромов, и за счет этого приходится корректировать дозы препаратов, которые назначаются параллельно, ну, и обладает, конечно, в определенной степени гипотоксическим эффектом. Если говорить о второй составляющей, второй, третий, да, собственно, психотерапию и медико-социальное воздействие можно рассматривать в одном контексте, то мы должны помнить, что не должно быть, прежде всего, перетягивания каната, да, между психотерапевтом и психиатром, предпочитающим, может быть, биологические методы терапии. Поскольку, в конечном счете, должен рассматриваться пациент с его проблемами, и то, какие интервенции предпочтительны в данном конкретном случае, должны определяться сугубо индивидуально. Однако, мы понимаем, что психотерапия предъявляет пациенту зачастую гораздо более высокие требования, чем биологическая терапия, да, в рамках психотерапии надо работать, пациенту приходится работать. Это не волшебная таблетка, которую принял, ничего не надо делать. К сожалению, сейчас таковы условия, таковы реалии, что иногда качественно провести психотерапевтическую работу не представляется возможным. Мне очень часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пациент госпитализируется на 10 дней, допустим, да, это в частной клинике или это в государственных учреждениях, которые работают в платном ключе. И вот за эти 10 дней ты что хочешь, что и делай. Отсюда и полипрагмазия, потому что даже антидепрессант не успеет начать работать. Отсюда и максимальная попытка сделать хоть что-то, хоть как-то, но вряд ли это всегда соответствует тому необходимому качеству, которое должно соблюдаться. Существует выражение о том, что, к счастью, лекарство помогает, но, к сожалению, недолго. Ну вот Михаил Иванович Литвак в свое время его переначал, озвучивая таким образом, что, к сожалению, лекарство помогает, но, к счастью, недолго. Имея в виду, что если пациент не меняет свои личностные установки, если он не воспринимает соматофорную проблему как сигнал некого неблагополучия, исходящего из глубинных, так скажем, сторон личности и с которым нужно отдельно работать, то он будет либо длительное время принимать психофармакопрепараты, либо периодически возвращаться к курсам, которые необходимы фармакологические поддержки проводить. Ну вот уже, да, было озвучено, что разные методы используются при работе с соматофорными расстройствами. Во многих руководствах пишут прежде всего о когнитивно-поведенческом направлении, хотя, конечно, не только когнитивно-поведенческая психотерапия используется при работе с соматофорными расстройствами. Но в конечном счете, я уже не буду останавливаться сейчас на деталях психотерапевтической работы, нужно еще раз только озвучить, что в совокупности все эти методы работают лучше. И мы должны помнить о том, что пациент, который к нам приходит, он не должен зависеть от наших предпочтений, от тех или иных методов, тех или иных инструментов. Мы должны изначально провести качественную диагностику и определиться, что же в этой ситуации будет более оптимальным. Ну а если есть необходимость привлечения коллег, то ей всегда нужно воспользоваться. Благодарю. Скажите, пожалуйста, а зачем такой спектр нам, вот, аминозин? Достаточно аминозин, голопередулы хватит. Зачем? Как вы считаете, это фармакотерапия какая-то? Им выгодно такой спектр делать, лекарственных препаратов, фирмам? И нам, врачам, нужно что-то предпринимать. Опять же, если бы препарат, да, вы упомянули, хлоропромазин, аминозин, решал все проблемы психиатрии, как в свое время надеялись, то, наверное, бы линейка развития психоармакотерапии не пошла бы дальше. Однако не существует препаратов, которые бы решали все проблемы у всех пациентов. Именно поэтому постоянно идет поиск по разработке новых препаратов, которые, если не целиком полностью более эффективны, такое невозможно, наверное, себе представить, но, по крайней мере, в части каких-то особенностей какой-то конкретной симптоматики имеют преимущество перед другими препаратами и имеют более целенаправленное воздействие на отдельное проявление. В рамках тех же нейролептиков, да, вот я уже сказал, что они, ну, не совсем физиологичные препараты, и там можно долго говорить о том, что воздействие идет преимущественно на постсинаптическую мембрану, что совсем не физиологично является. А воздействовать на прессинаптическую мембрану очень сложно для того, чтобы регулировать обмен дофамина. С этим пока не научились работать, но, возможно, в перспективе что-то подобное появится. Наши практики. Спасибо. Еще один вопрос. Вопрос тоже. Пожалуйста, пожалуйста. У меня такой вопрос к вам. Как вы относитесь к этому положению, что ряд психотерапевтов с мировым именем вообще отрицают диагноз и диагностику, ну, фактически, вы не диагноз, да, в его пользу для лечения психотерапии? Ну, и, соответственно, психосоматики. Может быть, слышали такое? Угу, угу. Ну, я думаю, что истинно где-то посередине. С одной стороны, мы действительно сталкиваемся с проблемой, что диагноз зачастую ничего не решает. Это очень часто. Не случайно сейчас на пороге МКБ-11 и в рамках некоторых расстройств отказываются от форм шизофрении, да, в общем-то, предпочитая этому деменции, выраженность симптоматики. То есть, зачастую мы лечим-то симптоматически, а не по диагнозу. Поэтому, конечно, диагноз не в полной мере, а в ряде случаев вообще не определяет лечение. Но, учитывая стремление к стандартизации, стремление к тому, что у нас становится психотерапия все более, и психиатрия все более, ну, в ряде случаев даже зажата в рамках юридического поля. Мы без этого не обойдемся. И я думаю, что вот нужно все-таки думать о том, как сделать диагностику более адаптивной, более гибкой, но полностью отказываться от нее и говорить о том, что диагноз совсем ничего не определяет, нельзя. Васильевич, скажите, пожалуйста, у вас по организации, ну, просто рекомендую, что у психотерапии лучше начинать, ну, при вододекрессивной расстройке, лечить там симптомы, да, с ТОЗС. Но если, например, вот я работаю в поликлинике, там возникает такое, что пациент там лечится у терапевта длительная, и у него болевой синдром, я иногда назначаю сразу локсетин в 30 мг на 3 месяца, и все великолепно, все закрывается, и быстро вопрос, можно ли это? Да, я понял. На сегодняшний день рекомендации, они не носят все-таки обязательно характер, да. У нас вот дилемма между тем, что выбрать, инструкцию, стандарт или рекомендацию. Рекомендации клинические, к сожалению, пока не носят вообще никакого характера. Стандарты инструкции, да, это уже определенная юридическая сила, но последовательность, она, как правило, в этих документах не рассматривается. Поэтому в тех ситуациях, где вы понимаете, что предпочтительнее все-таки препарат мультимодального действия, ну, вполне возможно его использовать с учетом определенных рисков, с учетом того, что вы курируете пациента. С ситуацией, то есть, да. Да? Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ